Привет, с вами Сойер и сегодня у нас очередной выпуск Голой Правды. Я давно не выпускался, поэтому решил обновить эту тему и сегодня хочу поговорить про фронтенд. Напомню, что Голая Правда это сатира на тему IT, она не всегда смешная, но зато всегда сатира. Фронтенд это сложная тема. Знаете, шутить про фронтенд не только сложно, но и опасно, ведь полыхнуть может так, что потом и не погасишь. Но тем эта тема и интересна. Я серьезно подошел к вопросу, посмотрел многие ролики на ютубе с выступлениями стендап-комиков и понял, что у них есть одна общая формула. Многие из них находят некую боль в себе, извлекают из себя, обнажают перед зрителем, и если у зрителя есть та же самая боль, ему становится смешно. И с этой позиции я решил посмотреть на фронтенд. И знаете, что я понял? Я понял, что фронтенд это и есть боль. Было бы нечестно шутить обо всем подряд, поэтому я решил сузить тему и поговорить о том, что важно лично для меня, а важно мне вопрос возраста. Все дело в том, что мне 38 лет, и для фронта это очень много. Я так стар, что выгляжу динозавром, который давно должен исчезнуть, но по какой-то причине все еще здесь. Мне кажется, что сегодня средний возраст фронтенд-разработчика стремится к 18, а то и к 16 годам. По крайней мере, когда вы получаете резюме, в котором написано 2004 год рождения и 8 лет опыта, это уже не вызывает никаких эмоций. Это кажется нормальным. И действительно, сегодня, если спросить у любого фронтендера, что такое фронтенд, он ответит, что это очень сложная и очень наукоемкая технология разработки программного обеспечения. Но у меня тогда возникает вопрос. Если фронтенд с каждым годом становится все сложнее, то почему образование, которое необходимо для его освоения, становится все меньше? Сегодня можно изучать фронтенд, начиная со второго класса. И да, я понимаю, что в мире, где рэп это музыка, а фронтенд это программирование, ни у кого не вызывается мнение, что это возможно. Тем более, что именно во втором классе вы изучаете такие важные фундаментальные вещи, как правило «жи-ши-пиши-си» или таблицу умножения. Почему же не начать учить HTML тогда же? И это правильно еще и с той позиции, что со временем при развитии критического мышления фронтенд становится изучать сложнее. Если я спрошу у своих коллег-разработчиков, можно ли программировать на HTML, они, наверное, зависнут минут на 15, а потом спросят «что?». Но у фронтендера это не вызывает никаких вопросов. Сегодня каждый фронтендер знает, HTML – это язык программирования. Да, не тьюринг полный, но все-таки полноценный. Поэтому программировать на HTML можно, начиная с любого возраста. И начинать нужно именно рано, потому что иначе можно не успеть. Фронтенд очень бурно развивается. Сегодня фронт охватывает практически все области знаний. И кажется, что во фронте царит хаос. Но нет, там есть своя логика. Во фронте есть два важных правила, которые должен знать каждый фронтенд-разработчик. Первое правило гласит о том, что для каждого, для каждой проблемы должен быть свой инструмент. Боже упаси, для разных проблем использовать один и тот же инструмент. Это будет совсем по-ламерски. Второе догма, второе правило, которое есть во фронте, гласит о том, что если тебе нужен какой-то код, то посмотри сначала в NPM. Если этого кода нет в NPM, то, скорее всего, он тебе не нужен. И знаете, с этим связана одна интересная история, которая произошла достаточно давно. Один опытный разработчик, фронтенд-разработчик, лет 17 от роду, очень сильно поругался с сообществом. И после этого взял и удалил свой код из GitHub. И, наверное, это никто бы не заметил, если бы этот код не присутствовал в NPM. А через NPM он попал в один известный фреймворк, который использовали сотни, а то и тысячи сайтов по всему миру. И в один миг, из-за того, что код пропал в NPM, эти сайты не прошли ночную сборку. Когда начали разбираться, оказалось, что это всего лишь 20 строчек кода, которые делали что-то типа перестановки двух элементов в массиве. И вы спросите, почему же опытные фронтенд-разработчики, которые делают собственный фреймворк, не написали их сами? Это загадка, но она упирается как раз во второе правило. Если в NPM чего-то нет, значит, это вам не нужно. И вообще от этого мне становится очень грустно. Знаете, когда я был маленьким, я думал, что я стану классным программистом. Я понимал, что для этого мне нужно много учиться. Сначала в школе, потом в институте, потом много работать и, наверное, как Линусу Торвальдсу сделать какой-то большой проект. Но потом появился фронтенд. Он перечеркнул все эти мечты и растоптал их. Все дело в том, что для того, чтобы стать опытным во фронтенде и популярным во фронтенде, писать код, учиться, все это не надо. Нужно сделать небольшой проект, желательно до тысячи строк кода, выступить на конференции. И здесь важно придумать хорошее звучное название для своего детища. После конференции ты резко начинаешь быть востребованным и интересным. Твое детище начинают использовать во всех фреймворках, потому что он есть в NPM. А код, который есть в NPM, нельзя заменять. И, конечно, сейчас многие скажут, что это слишком утрировано и преувеличено. Но подумайте, сколько решений вы используете, общая длина которых в листинге не превышает 300 или 1000 строк. Вы удивитесь, но таких решений крайне много. И сейчас основная проблема это не код, это производительность. В гугле, что как ни странно, тоже есть фронтендеры. Меня это удивило, но это факт. Но самое интересное, что этим фронтендерам выдаются ноутбуки. Это не простые ноутбуки, это ноутбуки с повышенным объемом памяти. Вместо стандартных 32, там стоит 128 гигабайт оперативы. И это совсем немало. Вы думаете, почему у нас такие неоптимальные решения? Вот почему. Дайте гугловцам калькуляторы со 128 килобайтами памяти, и они резко начнут делать фронт гораздо эффективнее. Сегодня, чтобы собрать фронтенд приложение, нужно достаточно много времени, терпения и сил. И знаете что? Все еще впереди. Мы думаем, что сейчас уже айсберг наполовину высунулся из воды, и мы видим все проблемы, которые есть во фронтенде. Но нет. Недавно я слышал разговор фронтендеров, которые разговаривали про компонентный подход. Они обсуждали то, что сейчас с помощью компонентов можно на одной странице собрать все фреймворки. И React, и Angular, и Vue. И это все сильно упрощает. Действительно, это упрощает все настолько сильно, только потому, что страница не загрузится. Либо будет грузиться так долго, что пользователю предложат обновить железо. И вот такие компонентные подходы, такие длительные и сложные процессы разработки, такой ранний старт, все это объясняет успех фронтенда, который безусловно будет только нарастать. Но мне хочется закончить эту голую правду словами Евгения Кота, который сказал, да, медленно, зато выглядит секси. Всем спасибо. С вами был Сойер. Надеюсь, вам понравилось.